В России начали готовиться ко Дню Победы. Во всех городах Сибири отмечать праздник будут по-разному, но неизменным останется шествие Бессмертного полка. Впервые акция прошла в Томске пять лет назад. Сегодня Бессмертный полк это не только шествие. Подробнее об этом поговорим с одним из основателей акции Сергеем Колотовкиным. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Шестой год Бессмертный полк пройдет в Томске. Пройдет в городе Томске. В этом году сценарии аналогичные с года в год? На самом деле аналогичные и у нас, и в других городах. И это не есть как бы плохо, что ли. Это, наверное, хорошо. Самое главное, чего бы нам хотелось, что Бессмертный полк такая форма памяти о Великой Отечественной войне, а за этой формой большое содержание, как нам кажется, скрывается, стала народной традицией. Когда мы не задавались о том, какую надо речь написать к 9 мая, как выступить, какой там флаг сделать, да, самое главное в этот день вспоминать о своих предках, о своих участниках. И то, как это происходит, здесь не нужно, трудно придумать что-то, может быть, новое, как-то обновить. Самое главное создать условия для людей, которые хотят в этот день выйти на улицы города с портретом своего солдата. Единственное, что, опять же, нового, может быть, в некоторых городах власти делают нововведение для удобства Бессмертного полка. Например, в Новосибирске Бессмертный полк, ну, в большом таком городе шел короткое расстояние. И решили, что, наверное, это неправильно, и как-то там маршрут изменили, и Бессмертный полк пойдет, ну, по большему, будет больше, что ли, протяженность его маршрута. Сергей, ну, сегодня, наверное, легче сказать, какие города не присоединились, чем те, кто уже проводит акцию. Совершенно верно, потому что мы уже и не считаем. Города, наверное, везде Бессмертный полк идет. Другие страны то же самое. На самом деле, если раньше каждая новая страна – это было в некотором смысле событие, ах-ох, да, то сейчас, как бы мы, например, видим, что, допустим, в той же такой стране, в большой стране, как Соединенные Штаты Америки, как там подключаются города к Бессмертному полку. Филадельфия, Бостон, Чикаго – это вот то, что, ну, откуда мы получили информацию совсем недавно. Насколько легко сегодня вообще организовать эту акцию за рубежом? У всех разные ситуации за рубежом. Два года назад мы общались плотно с координатором в Бейруте, Ливан. И вот она мне сказала такую фразу, Сергей, вот в Ливане не принято на тему войны выходить на улицу. И у них проходит это все в закрытом помещении. Где-то это проходит, ну, не 9 мая, а в другие дни. У координаторов есть некая такая свобода в своем городе, выбор территории, еще чего-то? У нас есть устав, есть правила, принципы, самое главное, Бессмертного полка. Разделяешь – вступай, выходи, организуй. Ты нарушаешь правила Бессмертного полка, если ты как потенциальный участник, ты в него не встаешь. Если ты как организатор, мы про это расскажем, если ты еще при этом являлся нашим координатором, ты не будешь, мы не будем с тобой работать, мы тебя убираем. В 2015-м появляется движение Бессмертный полк России. Это поддержка нашего Бессмертного полка? Или это вот что-то такое совсем другое? Ну, Бессмертный полк России появился благодаря стараниями. Единственный случай, когда мы исключили координатора, прекратили его координаторские полномочия, причем не мы лично-то бичи, а советом полка, это был координатор по Москве Николай Земцов. И задача вроде как, что Томск – это все некоторая самодеятельность, вот, а мы будем делать правильно. Мы предприняли попытки объяснить и сказать, давайте делать вместе. Нас, не на один контакт, люди, которые принимали решение, с нами не пошли. Человек хочет выйти в колонну Бессмертного полка в своем городе. Ему абсолютно все равно, кто ее организует. Правильно? Правильно. И мы решили так. Если где-то они появляются и организуют Бессмертный полк, да ради бога. Значит, у нас где-то там руки до этого не дошли, нет координатора. Наш координатор плохо работал. Если появляется, по-хорошему, если появляется и есть координатор, должны работать вместе. Самое плохое, когда нашему координатору говорят, что ты не нужен, ты больше не должен заниматься этим. Говорят, ну как, я же делал. Не-не, все, спасибо, все-спасибо, все свободны. Но это в других городах. Я так понимаю, Томск вот эти все истории обходят. Томск, слава богу, обходит. Мы не ведем разъяснительной работы, какой полк правильный, какой неправильный. Для нас важны принципы Бессмертного полка. И что это такое? Пройдут годы, если ее делать правильно в городах, то в какой-то момент необходимость в нас, как в неких таких всероссийских координаторах, она просто отпадет. Сейчас для чего мы нужны? Мы действительно отслеживаем соблюдение устава, потому что ситуация непростая. Мы не конкурируем. Мы просто говорим, а вот здесь, особенно прошлый год был показательный, когда школьников где-то сгоняли и так далее, и так далее. Мы говорим, а вот здесь вот было вот так. Имейте в виду, это не Бессмертный полк. Бессмертный полк, здесь у нас нет никаких разнарядок. А есть ли у вас понимание, насколько долго просуществует эта акция, и есть ли у нее срок годности таковой? А есть ли срок годности у человеческой памяти? Очень хочется, если мы не превратимся в Иванов, не помнящих родства, то Бессмертный полк будет жить и будет жить очень долго. Сергей, спасибо большое за встречу. Напомню о том, как идет подготовка к уже всемирно известной акции. Бессмертный полк мы беседовали с одним из ее основателей, Сергеем Колотовкиным. Редактор субтитров А.Семкин